Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Близится лето, наступает время отпусков и как же хочется быть в отпуске красивой и привлекательной! Сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такую красивейшую тунику. Туника связана крючком. Как-то это фото я уже использовала в своем ролике. Ссылку на него оставлю. Где я показывала модели туник для лета. И вот сегодня, роясь у себя в компьютере, случайно набрела на это фото и подумала, какая же красота! Все очень просто и очень эффектно. В последнее время я очень люблю такие узоры, когда все просто и все замечательно. В сегодняшнем мастер-классе я предложу вам узор, связанный крючком. Вот такой образец я уже связала. Конечно же, этот узор из этой туники. Расскажу о ниточках, о моих впечатлениях и моих советах для вас. Ну, а вы, конечно же, сделаете свое мнение, сделаете свой выбор и сделаете так, как нравится вам. Вот такую схему я для вас подготовила. Оставлю ее во вкладке в сообществе. Схема очень простая, но требующая внимательности. Все мы с вами это сегодня сделаем. И прежде чем мы приступим к мастер-классу этого очень простого и красивого узора для туники, я потом расскажу, как бы эту тунику связала я. Конечно же, оставлю ссылку на источник. Посмотрите, как это предлагает источник в интернете. И потом уже сделаете выбор в свою сторону, как вы захотите это связать. Сначала хочу поговорить о выкройке. Сейчас я вам ее покажу. Вот такую выкройку нам предлагает источник. Как видите, я так понимаю, что здесь отдельно связанная вставка. Сейчас покажу на экран. Вот эта вставка. И которая потом вшивается в платье-тунику. И отдельно связанная спинка. Я хочу предложить вам несколько другой вариант. И на пальцах, на бумаге, я изложу свои мысли и покажу так, как связала бы я. Конечно, я сейчас занята другим процессом. У меня идет процесс платья золотой. Уже хорошо продвинулась. И я не буду прерываться. Но, может быть, кто-то из вас готовится к лету. И вот эта модель будет, как нельзя кстати. И вы уже, может быть, сегодня или завтра, или на днях, приступите вязать вот эту красоту. Сейчас перейдем на балкон. И я вам нарисую, ну, схематично покажу, как бы эту тунику связала я. Итак, давайте порассуждаем. Как и обещала, ссылку оставлю. Это все понятно. Но там, на этом сайте, дана схема узора туники и выкройка. Описание там не переведено на русский язык. Я не знаю, что там за язык. Пыталась скопировать, у меня не получилось, чтобы предложить Яндекс.Переводчику перевести. В общем, решила доходить логически. Итак, давайте посмотрим на выкройку. Нам предлагают вот это расстояние 21 см. Соответственно, здесь тоже 21 см. Вот эта вставка, о которой я говорила, вот она. Она предлагается, я так понимаю, чтобы ее связали отдельно. И потом ее вшили в готовое полотно. То есть она вот приведена вот так. Размер этой вставки вообще не дан. Ну, судя, как бы, если посмотреть по масштабу, это где-то сантиметров 10. То есть считаем 21, 21, 42 и 10, 52 сантиметра. Это, ну, не помещается у меня в камеру. Но это, наверное, очень худенькая девушка. Может быть, размер 40, если даже учитывать с припусками для свободы обликания. Это такое узенькое, очень узенькое платье. Поэтому я предлагаю вам, кто будет вязать эту тунику, платье, снять, конечно же, свои размеры. Я бы взяла вот здесь вот снизу, ну, где-то на размер 48-50, я бы взяла где-то сантиметров 70. Сантиметров 70. И на эту вставку я бы, наверное, сантиметров 15 сделала. То есть делаем расчеты. Это я предлагаю на размер 48-50 со свободой обликания. То есть 70 сантиметров минус 15 сантиметров, что это будет 55 сантиметров. Так? Ой. 70 минус 15, 60, да, 55 сантиметров. 55 сантиметров. Это нам на вот эти вот две части. Значит, делим на 2. Получается, что 27 сантиметров где-то. Ну, я буду округлять приблизительно. 27 сантиметров. У нас будет начинаться вот этот узор. Вот здесь 27 сантиметров. Здесь 15. И здесь опять 27. Давайте посчитаем. 27 и 27, 54. Ну, пусть 55. И 15, 70 сантиметров. Ну, это приблизительно мои расчеты. Померили это расстояние. Набрали петли. Посчитали, сколько у вас в 10 сантиметрах петель. И сделали свой расчет петель для этой туники. Как бы я вязала дальше? Я бы начала вязать снизу. Вот здесь у нас ажур. А это столбики с одним накидом. Вот эта вставка. Все столбики с одним накидом. С этой стороны, естественно, наш вот этот ажур, который я уже для вас связала. Сейчас уберу белый лист. Белое на белом. Не очень хорошо смотрится. Вот так приблизительно выглядит этот узор в этой туники. Ну, я бы взяла ниточки совсем тоненькие. Это вискозная мягкая ниточка. Честно скажу, не знаю. Семеновская фабрика, как называется нить. Уже не этикетки, ничего у меня нет. Но я бы не стала вязать из этой ниточки. На мой взгляд, она толстовата. Если вам нравится, пожалуйста, вяжите вот такой вот приблизительно нитью. Начну рисовать, чтобы вы поняли все схематично. Не пугайтесь. Все очень-очень просто. Предположим, что вы уже высчитали, сколько вам нужно набрать петель. И начали вязать вашу тунику. Вяжем снизу. Вот здесь вот получается у нас идет вставка. Столбики с накидом. Это столбики с накидом. Здесь наш ажур идет. Ажур я имею в виду вот этот основной узор туники. То есть с одной и с другой стороны мы вяжем наш ажур. Вяжем так до рукава. Длину сами регулируйте. Это кому как удобно. Но я бы связала, например, длинную тунику, потому что здесь идут разрезы. Очень красиво будет смотреться, если особенно из тонких ниточек, под поясок, одели под клад, у вас летняя пляжная туника превращается, можно сказать, в вечернее платье. Поверьте, это будет очень-очень красиво, если связать из тоненьких ниточек. Таких как астра, виолет, кировская роза. Ну, много чего. Много тонких ниточек. Итак, довязали до рукава. Вот здесь бы я набрала воздушные петли, соответственно, размеру рукава. И посчитав, сколько у нас там будет, ну, занимает раппорт узора. В одну и в другую сторону. Добрала бы с одной и с другой стороны петельки. И начала вязать вот так вот, да. Вот здесь вот, где-то, ну, провязав там несколько рядов, когда уже сформирована, у нас сформирована линия рукава, нам нужно сделать вырез. Вот этот вырез, который вот здесь. То есть, сделали воздушки, провязали совсем немножко. И начинаем потихонечку, вот в этом месте. Разделили вязание на два. У нас крючок, это не спицы. И начали вязать отдельно. Одну и вторую сторону. Соответственно, вот здесь вот столбики с накидом у нас идут на нет. А здесь ажур продолжается, вот эти наши полоски продолжаются вязать по, вязаться по рукаву. Дойдя где-то до линии плеча, провязываем еще сантиметра 3-4 для, ну, чтобы туника хорошо лежала, да. Это мы сейчас вот здесь находимся. Вот так вот вяжем. Я сейчас просто обозначу, где мы. Вот так, да. И вот здесь вот вяжем вторую сторону, доходим до этого же места. Понятно, что они должны быть одинаковые. Прошу прощения за мое художество, но думаю, понятно. То есть, до сюда дошли, вяжем отдельно одну сторону и вторую сторону. Сделали V-образный вырез, понятно как. То есть, сужаем два столбика с накидом, провязываем вместе, через какое-то расстояние. Смотря какой у вас вырез будет, там просчитайте, через сколько рядов вы будете сужать вот эти столбики с накидом. Ну, это где-то вот так получится, да. Вот так, вот. Потом вяжем прямо одну и вторую сторону. Потом добираем вот здесь воздушные петли и соединяем наши два полотна. И у нас пойдет вязаться дальше вторая половина рукава. Связали. Вот здесь вот закончили и здесь закончили. То есть, как бы начинаем вязать туловище спинки. Думаю, что это понятно. У нас образовался рукав, который потом сошьется. Но у нас вот здесь вот не будет никаких швов плечевых. Это вот в развернутом виде пошла вязаться наша туника. У меня не хватает места. Вяжем так же спину нашу. И потом просто сшиваем вот так вот пополам это все дело. Собираем. И сшиваем наши боковые швы. Оставляя вот здесь вот места разреза. Думаю, что получится очень-очень красиво. Нежели бы мы разрывали рисунок вот здесь вот у нас бы был шов. А так у нас шва не будет. У нас будут только вот здесь вот швы по рукаву. И вот так вот будет идти шов до линии разреза. С одной и с другой стороны. Вот в принципе я показала вам схематично, как я бы связала эту тунику. Естественно, там на спине будет идти на спине и на рукавах будет все ажурное. То есть будет все связано вот таким вот рисунком. А спереди у нас вот столбики с накидом. Вот это такая вставочка. И там еще по центру сделаны какие-то декоративные шишечки. Я думаю, что это можно связать отдельно. Или же можно связать вот здесь вот по центру вот эти наши, как это, пышный столбик. То есть вместо столбика с одним накидом здесь делать пышный столбик. И у вас получится вот такая красивая, как скажем, завлекаловка. Потом обвязать там тоже типа шишечек обвязана горловина. Вот здесь вот. И получается, ну не побоюсь этого слова, получается очень красивая вещь на лето. Повторюсь, она просто универсальная. Все вы знаете мою любовь к вещам трансформером, к вещам универсальным. Вот это одна из тех вещей, которые бы я связала и носила с удовольствием. Здесь потом, пожалуйста, оденете красивый пояс, если это вечернее платье. Можно его связать с какими-то, ну не знаю, бусинками, бисером украсить. Какие-то блестящие ниточки взять. И у вас получится просто шикарное летнее вечернее платье. То есть вечером в ресторан пошли на отдыхе в этом платье-тунике. Всех удивляя и привлекая к себе взгляды. А днем пошли загорать утром, одев это платье-тунику на купальник. Поверьте, очень-очень интересная вещь. И мне кажется, справится даже начинающая вязальщица, которая может вязать элементарные столбики с накидом, веерочки всякие, и уметь набирать воздушные петли. Все, больше ничего для этого платья не нужно. Ну а сейчас давайте свяжем этот рисунок. Я покажу, как он вяжется. Итак, как вы видите, нужно набрать 40 воздушных петель. Набираем 40 воздушных петель. Я буду показывать уже на готовом образце. Дальше просто расскажу, как вы делаете первый ряд. После того, как набрали 40 воздушных петель, набираем 1 воздушную петлю подъема и делаем 6 воздушных петель. На схеме с источника, который, ссылку я оставлю на этот источник, там 5 воздушек. И везде по 5 воздушек. Я изменила немножко схему, потому что провязав 5 воздушек, мне не понравилось. Может быть, нитки толстоватые, может быть, что-то еще. Имейте в виду, что вот здесь нужно посмотреть, как у вас ложится узор. Мне не понравилось, когда 5 воздушек. Я сделала 6. Итак, 6 воздушных петель. В пятую петлю от начала делаем столбик без накида. Дальше накид на крючок и провязываем столбик с одним накидом в третью петлю от последней. То есть, вот сюда. Воздушная петля, столбик с накидом в эту же точку. Воздушная петля, столбик с накидом в эту же точку. И безо всяких воздушек делаем прикреп, пропустив 2 воздушные петли от последнего провязывания. То есть, в третьем. Опять делаем накид на крючок без воздушек. После столбика без накида. И провязываем столбик с одним накидом в третью петлю от последней провязанной. То есть, 2 пропускаем в третьем. И повторяем то же самое. Итак, вы провязали самостоятельно вот этот первый ряд. Мы сейчас находимся вот здесь. Здесь я тоже делаю 6 воздушных петель подъема, отступив от схемы. Там 5 воздушек. Вот сделала я эти 6 петель подъема. Сделали 6 петель подъема. И провязываем столбик без накида под нашу арочку. Смотрим вот сюда. Вот этот ряд. Еще 6 петель подъема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И столбик без накида. Ищем макушечку. Средний столбик с накидом предыдущего ряда. Давайте назовем вот эти вот части для удобства веерочки. Вот это вот будет средняя часть нашего веерочка. Вот сделали прикреп вот сюда. Теперь накид на крючок. И вот, где у нас был столбик без накида, провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Сюда же столбик с одним накидом. Воздушная петля. И еще столбик с одним накидом в эту же точку. Вот связали мы веерочек. И еще столбик с одним накидом в следующий веерочек предыдущего ряда, в центральную часть. То есть прикрепились вот сюда. Теперь у нас идет 6 воздушных петель. Воздушных петель. Столбик без накида под арочку. 6 воздушных петель. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот она наша арочка. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида в центральный столбик с накидом нашего веерочка предыдущего ряда. То есть вот сюда прикрепились. Теперь не делаем никаких петель подъема. Делаем накид на крючок. И вот сюда вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Делаем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Накид в эту же точку. Столбик с одним накидом. Воздушная петля. Сюда же столбик с одним накидом. И делаем прикреп столбиком без накида в центральный столбик с накидом нашего веерочка. Мы сейчас находимся вот здесь. Осталось сделать 6 воздушек, прикрепиться и 3 воздушные петли. И делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подарочку. Столбик без накида. 3 воздушные петли. 2, 3. И нам нужно сделать столбик с одним накидом. Вот в последнюю точку. Все. Второй ряд готов. Вяжем третий ряд. Перевернули вязание. Петля подъема. Здесь они нам предлагают сделать столбик без накида. Можно в принципе этого не делать. Можно сразу сделать 6 воздушных петель. 4, 5, 6. И прикрепиться вот в эту арочку. Накид на крючок. Вот сюда вяжем вегерочек. То есть столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом в эту же точку. Столбик с накидом в эту же точку. Делаем прикреп в наш веерочек в его центральный столбик. Накид на крючок. И вот сюда опять вяжем веерочек. Воздушная петля. Столбик с накидом в эту же точку. Воздушная петля. Столбик с накидом в эту точку. Раз. Так ошиблась. Не туда взгляд упал. Теперь сразу же сюда столбик без накида под арочку. И 6 воздушных петель. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Столбик без накида под следующую арочку. Накид на крючок. И вяжем наши два веерочка. То есть то, что мы сделали вот с этой стороны. Столбик с накидом. Воздушная. В эту же точку. Столбик с одним накидом. Воздушная петля. И сюда же столбик с одним накидом. Делаем прикреп в центральный столбик нашего веерочка предыдущего ряда. Накид на крючок. И вот сюда вяжем еще один веерочек. Столбик с одним накидом. Воздушная петля. Столбик с одним накидом в эту же точку. Воздушная петля. Столбик с накидом в эту же точку. Осталось сделать 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И я делаю вот прям под вот эту арочку. Столбик без накида. Все. Второй ряд готов. Дальше все повторяется с первого ряда. То есть делаем воздушные петли. Поворачиваем вязание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прикрепили столбиком без накида по дарочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида в центральный столбик нашего веерочка. Их тут у нас два. А теперь мы вяжем ряд, который с одним веерочком. Накид на крючок. И вот сюда в ложбинку между этими нашими двумя веерочками вяжем наш веерочек. То есть столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом в эту же точку. Воздушная петля. И еще столбик с накидом в эту же точку. Прикрепляемся столбиком без накида в следующий столбик с накидом нашего второго веерочка. И вязание повторяется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Подарочку. Сделали прикреп столбиком без накида. И еще шесть воздушек. Два, три, четыре, пять, шесть. И сделали прикреп в первый веерочек в центральный его столбик. У нас их вот два. Накид на крючок. И связали еще один веерочек. Вложбинку я так называю. Между нашими двумя веерочками. Еще один такой же веерочек. Как его вязать? Я думаю, вы уже научились. Так. Теперь делаем прикреп. Центральный столбик второго веерочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем прикреп по дарочку. Столбиком без накида. Раз, два, три. Здесь накид. И делаем прикреп вот в эту точку. Так. Правильно? Правильно. У меня крючок здесь двойка. Но повторюсь, ниточки здесь толстые, на мой взгляд, для этого платья. Хотя, это кому как нравится. Но все, мои хорошие. Я думаю, что дальше повторяем то же самое. Повторю, здесь два ряда. Это раппорт узора вверх. Вяжите, наслаждайтесь. Единственное, ну, как бы свою аналогию. Просто, может быть, вам так будет легче. Смотрите, в первом ряду у нас два веерочка мы вяжем. И одна арочка между ними. В следующем ряду у нас один веерочек и две арочки между этими веерочками. И все. Опять повторяется. Опять два. Следующий ряд два веерочка, одна арочка. Следующий ряд будет один веерочек и две арочки. Вот такую аналогию я, как бы, себе в уме держу. И тогда очень-очень легко вязать. И вообще, на мой взгляд, вот такие простые узоры, очень простые, но смотрятся просто шикарно, эффектно. Платье будет очень-очень красивым. Все, мои хорошие. Надеюсь, видео было полезным для вас. Кто еще успевает к отпуску, свяжите себе такую красоту. Поверьте, это очень-очень красивое платье. Ну, все. На этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.